Вчера в режим изоляции вошли Москва и Московская область. Сегодня с утра к ним присоединилась область Мурманская. Правительство страны посоветовало региональным властям обратить внимание на меры, принятые в федеральном центре. Тем временем Тамбов вошел в неделю всероссийских выходных и улицы заметно опустили. Большинство горожан предпочли провести будни дома. Маршрут остальных ограничился походом на работу. Единицы выбираются на улицы по менее уважительным причинам. Я два дня работаю, два дня нет дома. Завтра буду сидеть два дня, не выходя из дома. Я когда в январе болела, я ходила в намордники и купила. Они у меня остались. Для меня прогуляться – это как пальцам на душу. Кого сгорит, тот не потонет. Я так считаю. Не боитесь? Кому? Вирусов всяких, бацилл. Это брехняж. Более ответственные тамбовчане строго ограничили выходы из дома. Выходят только за продуктами. На потребительском рынке, кроме продуктов, остались услуги сотовой связи, медикаменты и зоотовары. Остальную торговую деятельность административный кодекс приостановил до особого распоряжения. Можно торговать товаром первой необходимости. Товар первой необходимости в последней редакции, если кому-то интересно, ночью буквально сегодня разместили новую редакцию на сайте правительства, то есть ориентируемся на них. То есть за нарушение вот этого режима торговли, то есть, допустим, одежду, обувь однозначно, то есть надо уйти на карантин. То есть вот если будут установлены случаи вот такой торговли, соответственно, Роспотребнадзор применит меры административного воздействия. Суд вправе ограничить деятельность проштрафившегося предприятия на срок до трех месяцев. Как новые правила соблюдаются в областном центре, накануне проверили городские власти совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Согласно принятым нормам, торговать можно товарами первой необходимости. Печатные СМИ в их числе. Но особенно бдительные продавцы решили перестраховаться. Закрыто учет. Мы по сменам работаем, по неделям. Сейчас придет напальница, посчитаю и домой ухожу. Но я работать не буду. Большинство лавок на Тамбовском Арбате под замком. На дверях – листочки с объявлением. Но, кажется, закон писан не для всех. В ожидании клиентов на рабочем месте рейд обнаружил продавца тканей. Видимо, предприниматель посчитал свой товар жизненно необходимым. По соседству свои двери открыла парикмахерская. Нарушение очевидно. Специалисты вынуждены составить протокол. По факту того, что парикмахерская осуществляет свою деятельность, вопреки указу президента, постановлению правительства и постановлению администрации области, составляется протокол осмотра. В соответствующем парикмахерской будет составлен протокол об административном правонарушении по соответствующей статье кодекса об административных правонарушениях. И материалы для рассмотрения будут направлены в суд. На центральном крытом рынке немноголюдно, но торговля идет без нарушений. Продавцы работают в масках и перчатках. Готовые блюда и выпечка в местных кафе отныне только на вынос. Такие правила касаются всех точек общепита. На входе и выходе можно обработать руки антисептиком. Распоряжение было Роспотребнадзора, чтобы закупили антисептик, что каждые входные двери оборудовали специально вот таким устройством. И издал приказ, через каждые 25-30 минут уборщицы ходят, все ручки к входным дверям протирают. Антисептик у нас ровно 100 литров хватит, но на неделю точно хватит. В одночасье закрылись развлекательные торговые центры. Многие предприниматели отказались от аренды площадей. Посетив рынок, гипермаркеты и крупные ТЦ, комиссия в целом осталась довольна. В большей степени, конечно, граждане у нас сознательные, деятельность свою прекратили, о чем они уведомили путем размещения различных вывесок о прекращении работы на данный период времени. Но вот за 40 минут наших контрольных мероприятий два протокола уже составлено. Чуть хуже ситуация на рынке индивидуальных средств защиты, и об этом нам рассказали специалисты Росздравнадзора. «Масок нет в аптеках и нет. В лечебных учреждениях масками обеспечены, потому что они совпали в своё время по торгам. Они там имеются. Сейчас было предложение селекторами здравы, было предложено органам местного самонаправления найти возможные материалы, из которых можно сшить маски». Производить такие маски в промышленных масштабах уже взялись несколько крупных компаний. Росздравнадзор ускорил процедуру получения сертификата для продажи марлевых масок. Шить такую можно и дома. Павел Юрасов, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова, Область новостей.